Супергерои Надежда инженером и специалистом в области электроники. По чистой случайности Скотт стал супергероем, после чего вошел в состав Мстителей. Он сам не имеет никаких суперспособностей, ему их дает костюм Хэнка Пима, который позволяет любому человеку уменьшаться и увеличиваться в размерах. А специальный шлем обеспечивает ему телепатическую связь с муравьями и позволяет их контролировать. На девятом месте партнерша Скотта Хоуп Ван Дайн, дочь Хэнка Пима. Хоуп как супергерой превосходит Скотта практически по всем параметрам. Однако Хэнк, боясь ее потерять, долгое время не пускал дочку в дело. Она также не имеет никаких суперспособностей, однако она является мастером боевых искусств и некоторые свои знания Хоуп передала Скотту. Ее костюм обладает теми же возможностями, что и костюм Скотта, за исключением возможности летать. На восьмом месте Уолтер Ковач, он же Роршах. Как и все остальные члены-хранители, за исключением доктора Манхэттена, Роршах не обладает сверхъестественными способностями. Все его боевые навыки основаны на физической силе и многолетних тренировках. Несмотря на свою психическую нестабильность, Роршах является морально бескомпромиссным человеком, который не допускает никаких компромиссов даже перед лицом Армагеддона. Визитная карточка супергероя Маска, которая по мнению Уолтера и является его настоящим лицом. Маска сделана из особого материала и вещества, меняющего форму под воздействием температуры и давления. На седьмом месте Найтвинг, он же Дик Грейсон. Изначально осиротевший Дик был взят под опеку Брюсом Уэйном, который обучил его всем навыкам. Все, что он знал, он передал своему помощнику. Дик стал напарником Бэтмена Робином, однако затем стал супергероем-одиночкой и взял себе новое имя Найтвин. Он, как и Бэтмен, не обладает какими-либо сверхчеловеческими силами или способностями. Ключевым различием между Найтвингом и Бэтменом является тот факт, что Дик безупречный гимнаст. На шестом месте Джеймс Рупертс Роудс, он же Воитель, позже Железный Патриот. Является лучшим другом Тони Старка. Именно по этой причине у него появился боевой костюм. Роуди, как и Тони, не обладает никакими сверхспособностями. Их ему дает броня Железного Человека. Также Роудс является опытным солдатом и имеет отличную подготовку с высокими навыками рукопашного боя, а также хорошо управляется с оружием. На пятом месте Зеленая Стрела, он же Оливер Куин. Обладая природным даром стрельбы из лука, Зеленая Стрела в борьбе с преступностью пользуется именно этим оружием. Долгое время фирменным знаком супергероя была стрела с наконечником в виде боксерской перчатки. Но были и самые разные вариации, с газовыми и световыми бомбами, с сетями и электрошоковые, и многие другие. Помимо этого, Оливер тренировал свое тело в жесточайших условиях, которые не под силу обычному человеку. Он превратил себя в настоящее оружие. На четвертом месте Сокол, он же Сэм Уилсон, который сейчас вдобавок стал еще и капитаном Америка, только без сыворотки суперсолдата. Так как Сэм в прошлом был летчиком-испытателем ВВС США, он получил в пользование систему перемещения в воздушном пространстве EXO-7 Falcon, разработанную Stark Industries для проведения спасательных и боевых операций. Последняя версия имеет складные крылья, изготовленные из ударопрочного углеродного волокна, что делает их практически невосприимчивыми к стрелковому оружию. Открывает тройку лидеров Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон. Этот шлен Мстителей почти всегда на передовой и как-то умудряется выживать без суперспособностей, да еще и совмещать семейную жизнь с работой супергероем. Его главная особенность – это меткость, а любимое оружие – лук и стрелы с различными функциями. Помимо этого, Клинт является исключительным фехтовальщиком и акробатом. Ну а кто занял первые два места, я думаю, вы уже догадались, увидев только название выпуска. На девятом месте железный человек, он же Тони Старк. Тони был гениальным изобретателем и механиком, он унаследовал бизнес отца в возрасте 21 года, превратив компанию в одного из лидирующих производителей оружия. Однако все резко поменялось, когда Старк ради спасения своей жизни создал первую броню. Затем Тони уже не смог остановиться и произвел множество других костюмов, которые сделали его самым популярным супергероем. На первом месте, конечно же, Брюс Уэйн, он же Бэтмен, который как супергерой превосходит железного человека по боевым и тактическим навыкам. Он физически сильнее, однако немного уступает по технологиям. Только Бэтмен может найти действующий способ убрать не только любого суперзлодея, но и любого супергероя. Он также имеет множество костюмов на разные случаи жизни, в одном из которых он победил самого Супермена, чем доказал, что высокий интеллект и деньги являются лучшей суперсилой. А было бы весьма интересно посмотреть на стычку железного человека и Бэтмена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok